Всем привет! Это Марчелло с сайта gamesworld.ru. Я извиняюсь за то, что не смог простримить для вас финал местного чемпионата с heroysofnevered.ru. Но сейчас мы посмотрим запись игры и сделаем по ней вот. Я напоминаю, что в финале встретились команды белка-чиппер и команда про с раками. Ну, если читать более-менее с паузами, то получается не так пошло, как если читать в одно слово про с раками. Окей, ну, как можно понять, обе команды выиграли в своих полуфиналах. И сейчас, собственно говоря, битва за 3000 рублей. Отчаянная и напряженная. Беннинг пик. Режим мы проматываем его, так как у нас все-таки уже реплей. И можно пропустить. Ну, банится ауна, чиппер, хандрбрингер, торчер, хеллбрингер. Ребята болтают в чатике. Полуфинальные игры вышли не такими интересными, как хотелось бы. Победитель там был уже ясен где-то на 20-30 минуте. И это вселяло определенную печаль. Но, надеюсь, судьба финала решится в тяжелой борьбе. Что мы узнаем в течение ближайших... 67 минут идет игра. Ух ты. Ну, наверное, стояли паузы. У нас люди любят ставить паузы, потому что частенько вылетают ребята. Реконнект, дисконнект. Нужно возвращаться назад. Итак, первые три пика за легионы. Это Мирмидон, Флинтбиствуд и Хаммершторм. Соответственно, Хеллборн, Фараон, Плейграйдер, Бегемот и Глациус. Ну вот, составы определились. Легион. Доктор Репульсер, Флинтбиствуд, Вречет Хэк, Хаммершторм и Мирмидон. И, соответственно, Хеллборн, Бегемот, Карта Дисайпл, Фараон. Почему-то не забанили его Глациус. И Плейграйдер опять играет нулем. По-моему, он уже в полуфинале играл этим персонажем. Ну и судя по тому, что он прошел до финала. У него получилось достаточно неплохо. Посмотрим, что будет здесь. Пока, можно сказать, что состав, выступающий за Легион, выглядит предпочтительно. Ну что же. Сбираем скорость. Поднимаем. По просьбе желающих с Хэрис Фнеррит я включил. На максимум выставил всю графику. И я думаю, вас должно это порадовать. У нас красивый Бегемот. Вот здесь все в арморе. Триуэйн опять сверху намечается. Глациус Корраптед Дисайпл для свободного, так сказать, фарма. И Бегемот. А здесь, ну здесь я думаю, тоже будет Триуэйн. Да, определенно. Ну, что мы видим? Мы видим, что Дисайблов у Легиона будет чуть-чуть на один побольше, чем у Хеллборна. Ну, вот здесь раз старт, здесь Айс Импризмент. И также взрыв ледяной. Так, ну, что тут? Готовится антиганг. Ну, думают, что будет ганг, видимо. Опять же, пулочка здесь летающая. Внизу пойдет Врэчд Хак. На мидле встанет Доктор Репульсер. Все верно. Здесь Фараон на мидле. Здесь Плэйграйдер. Ну, вот у Мерамидона есть Витфилдс и Мэджик Карп. Здесь есть Стан. Здесь есть Флэйр. То есть это 4 нюка. Здесь у нас Стан. Здесь 2. Здесь 1. Ну, тоже 4. То есть посмотрим. Но за счет того, что Станов здесь побольше, 3, то все-таки кажется, что Легион должен на ранних этапах, там, на третьем, на четвертом уровне, выигрывать командные схватки вот сверху. Опять же, здесь Фараону не так комфортно будет стоять, если Доктор Репульсер будет агрессивно разыгрывать, а как и должен разыгрывать рейндж-герой на медле против милишного героя, то Фараону очень плохо придется, даже несмотря на то, что его вот эти души, которые он пуляет, они строят не так много маны и наносят, в принципе, неплохой дэмэдж. Ну, здесь поставлен вард. Пока не старается. Вот заблокировали Хаммерсторм, а вот здесь, внимание, Витфилс блокирующий, но ни в кого не попадает. Хаммерсторм может уйти, если съест еще вот здесь дерево, но он просто решает подлечиться одним деревом, а зайти назад, вкачивая стан в Вегемот. Опасный момент был, но, опять же, за счет того, что один только десейбл пока, здесь у нас Гвадсос в Тундробласт вкачал, не получается убивать. Вот, не подпускает Доктор Репульсор Фараона к фарму, изолирует его от получения голды, и это достаточно печальный факт. Ну, видите, да, то есть за счет своих двух скиллов он может полностью контролировать линию на мели героя. Вегемот вместе с Хаммерсторм прокачивают манку из-за первого уровня, Гвадсос второго и короткий десейбл второго поставит вар сейчас на руне на двух минутах. Здесь дабл демодж еще. Они могли бы попытаться, в принципе, поймать Доктора Репульсора за счет того, что здесь вардов нет, то есть если бы был блок и мумии, опять же здесь вар с мумией, да, то можно было бы что-то сделать. Ну вот, палец и бегемот, сейчас будет стан, хорошо входит стан, но здесь, кажется, победа будет на стороне Хелборна. Так, минус Мирмидон, минус Ханов что? Ну, если будет на стан еще, ну, там стоит он 125 маны, решили не идти. Хотя, в принципе, если бы преследовали, был шанс. Неудачно разыграли игроки из Легиона здесь. У бегемота все-таки там 606 хп, и пока еще демоджа недостаточно для того, чтобы его убить. Ну вот Гвациуса можно убивать, а здесь Мирмидон первого левела, Свитфил, Мехамершторм тоже первого левела, и Флинн второго. Ну, их просто не хватает демоджа для того, чтобы успеть убить бегемота настолько быстро, чтобы когда-то Дисайпл и Гвациус не успели подойти. Ну, когда-то это наблюдали. В Ричард Хага здесь тяжелое детство, так сказать. Четыре года только в Ричард Хагу, и Плейграйдер гоняет его за счет третьего скилла, позволяющего конвертировать крипов в ману. Ну, посмотрим. Вот Флинн у нас небольшой GPM, 140 всего лишь, в то время как у Доктора Репульсера на Медлет 300 он. Стоящий против Доктора Репульсера Фараон 140. Ну, Фараон изолирован полностью от фарма, от получения голды, несмотря на то, что уровень у него пятый, а Доктора Репульсера четвертый. Доктор Репульсер здесь определенно выигрывает миддл. Ну, посмотрим, что будет после того, как Фараон получит шестой уровень. Бегемот идет на руну, понимает, что руны нет, передает информацию о том, что руну снизу, и Фараон идет за ней. Доктор Репульсер идет проверять руну сверху. Забавный момент, попытался заблочить, но не попал. В инвизе возвращается Фараон. Ну вот, можно отметить, что если бы Бегемот не использовал этот стат, может быть, получилось что-то сделать с Доктор Репульсером. То есть, под инвизом мог подкрасться Фараон. Волт Моллис уже второго уровня, это 4 секунды. И, ну, можно было нанести достаточно много дэмэджа Доктор Репульсеру и на какое-то время изолировать его от Фарма, заставив уйти домой. Тундр Бласт, Мермидон первого левела поджидает. Ну вот, посмотрите, заблокировал, как очень хорошо блок от Бегемота вошел, но здесь АОС Стан в исполнении Хаммершторма, он перекрывает возможность Хеллборна развить вот этот успех от Стана и приходится им отойти, не словно хлебавши. Вот здесь снизу просто маленький Вречет Хак испытывает колоссальное давление от Плэйграйдера. Плэйграйдер 6-го левела, Вречет Хак только 4-го. Но, да, и по голде, конечно, впереди у нас Плэйграйдер, 240 против 170 у Вречет Хага. Но вот Фраун все-таки отогнал Доктор Репульсер. Обратите внимание, Фраун 5-го, а Доктор Репульсер уже 6-го. Мы смотрели, когда буквально минуту назад Фраун был 5-го Доктор Репульсера 6-го, быстрее получилось УДР докачаться. Вот что, вот что-то готовится, пытается Бегемот, но у него сейчас маны еще нет и ждать еще 10 маны. Бегемот, в принципе, хайдится в лесах, постоянно ищет для себя удобную позицию для стана и постоянно контролирует верхнюю руну, чтобы не дать Доктор Репульсеру. Доктор Репульсер, кстати, снизу, вот руны снизу, смотрите, Уэйграйдера без каких-либо шансов растерзали здесь, то есть, во-первых, не стоит вардов, я не знаю, была ли информация о том, что Доктор Репульсер ушел, но, судя по всему, такой, ну, кто возьмет Инвиз? Да, Инвиз берет Доктор Репульсера, но все-таки, и посмотрите, тоже сейчас интересный момент, он берет его не в бутылку, попытка убить Фараона, но, мне кажется, это достаточно бесполезно и Доктор Репульсер понимает это, отходя назад. Опять же, отсутствие вардов для плейграйдера очень печальный момент, он доминировал вот эту линию до шестой минуты, до того момента, когда пришел Доктор Репульсер и, видимо, не предупредили плейграйдера, либо же он не прислушался, потому что на медле пусто и в результате отдался. Отдался, дав Варич Тагу возможность пофармиться, дать ему возможность получить свободные голды. Возвращаемся на верх нашей трилейн-линии, блок Флинта, нет, блок не удался, Флинт возвращается назад, а здесь Фараон еще подошел, отлично, кончили Флинта и, смотрите, бегемот на 50% 50 единиц здоровья уходит назад. Быстрый телепорт Доктора Репульсера, но не достаточно быстрый, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Опять же, здесь 4 человека сверху и очень, очень хорошо помог этот телепорт на верхнюю вышку Фараона. Они прикончили местного местного керри, изолировав его на длительное время. Ну вот, неплохо разорвали, то есть неплохо, даже очень хорошо в тренюка разорвали Мирмидона. Фараон, в принципе, все верно сделал. Фараон еще, обратите внимание, в Хоуфайр ничего не вкачал, то есть он, стоя на мидле, не испытывает никаких иллюзий по поводу того, удастся ему убить Доктора Репульсера или нет. Вот, Хейст, отличная руна, Доктор Репульсер, как видите, изолировал от рун, Минвизу, вот внизу. У нас здесь сплэйграйдер, так и давайте посмотрим, как это было. Так, ну вот сейчас здесь мы прокрутим этот момент. По-моему, сейчас можно уже. А что, Мирмидона расписывает, я извиняюсь за это, за то, что так, ну вот здесь сейчас плэйграйдер должен сотворить что-то очень красивое. Так, нюк, ну вот двое подходят, но очевидно это будет ультимейт Флинт третьего уровня. На что он рассчитывает? Флинт? Ну, малых и плох, но ультимейт входит просто на ура. Нет, не на ура, плохо ультимейт наоборот входит. Флинт может убежать, а хотя уже нет, теперь уже не может. отлично разыграл плэйграйдер, несмотря на то, что ульт вошел, по-моему, только по одному. Нет, по-моему, один раз отскочил он во Флинта. Плэйграйдер хорошо разыграл, опять же. И вот здесь доктор Репульсер сейчас нет информации, у плэйграйдера нет варда, но, смотрите, второй раз, второй раз доктор Репульсер за счет того, что нет здесь варда, и похоже, что нет информации от фараона, что ушел доктор Репульсер, плэйграйдер помирает. Печальный момент, потому что красиво разыграл здесь плэйграйдер, один в два. Ну и Флинт, конечно, непонятно, чего хотел третьего уровня. было абсолютно понятно, что плэйграйдер откинется ультимейтом, и это позволит ему либо уйти, либо, соответственно, убив одного, все равно уйти. Но здесь он убил двоих, потом, правда, отдался. Бригада поджимает, Флинт переходит на нижнюю линию, потому что, ну, не получается ничего у них на верхней сделать, тем более, здесь, смотрите, корабль Дисайпл уже пятого уровня, и, конечно, Флинта переводят на нижнюю линию, где он будет ставить против плэйграйдера. Посмотрим, будет ли изменение в команде Хелборна. Ну, пока вот нет, пока плэйграйдер здесь один. Ну, и стоит отметить, что, в принципе, когда ультимейт будет у плэйграйдера, он достаточно просто сможет растерзать Флинта. Для этого надо будет просто подойти из-под деревьев, выгадать удачный момент, когда там около Флинта будет один-два крипа вражеских. И нюк и ультимейт, а ультимейт здесь, ну, кулдаун на первом уровне маленький, 145, а на 16-м он уже будет 60. Фараон под христами, никак не может их разыграть. Похоже, идет на проверять руну. Ну, не повезло, не вывезло. Вот в этот раз удача. А вот здесь что происходит? Здесь заблокировали, заблокировали хаммершторма. Мермедон в этот момент был где-то здесь снизу. Но эта линия очень сейчас уже после 10-й минуты для Легиона они проиграли ее. И оставлять одного героя там, ну, для него это, в принципе, верная смерть, если только он не стоит под башней. Потому что по станам и блоком бегемот очень хорошо исполняет. Вот растерзали здесь, тем не менее, нуля в 3 героя, опять же, ну, похоже, похоже, что ворды все-таки по играйдеру не нужны. Непонятно, с чем это связано, потому что, собственно говоря, три раза его уже убили. Хаммера возвращается, наверное, в нюни. Но здесь, собственно говоря, Крапта Десайбл абсолютно свободный фарм получает. Опять же, рейндж против мели, полный контроль линии, и Крапта Десайбл, по-моему, еще его ни разу не убили. Да, у него 2 фрага и 0 смертей. И он GPM у него, в принципе, 300 сейчас сравнялся с Доктор Репульсером. Показывает бегемота. Бегемот вот, наконец, поставил лар, то есть теперь флойграйдер не должен просто так отдаваться. Флойграйдер преследует Доктор Репульсера, но здесь бесполезно, не удастся поймать его. На центре что-то готовится, ну, фараон пытается уйти, его задиная углацал, да, там без шансов был фараон уйти. Висела над ним мышка Ричдхаря. фармиться из последних хитпоинтов Доктор Репульсер. Вот какую-то голду получить, прежде чем на базу уходить. И у нас здесь карта Десайбл прячется в лесах, потому что у него нет информации вот о том, где, например, Доктор Репульсер или где Ричдхак, поэтому он аккуратно разыгрывает. Вот так и нужно было разыгрывать плейграйдера на этой линии, но вместо этого он дал себя три раза гангануть. И опять же мы видим, что вардов вот здесь на этой линии у Хеллборна нет. Поэтому карта Десайбл так из леса, как партизан, набегает на крипа, удар вкачивает, но вот в этот раз не успел. Готовится что-то с Флинтом сейчас, по-моему, нехорошее будут творить. Бегемот и фараон. Фараон уходит на миддл. Глациус отогнал, отгоняет Мирмидона варды. Ну вот, мне кажется, уже поактивней стали ребята варды использовать. Телепорт на верхнюю башню в исполнении. Ну, Доктор и Пульсер готовится. Смотрите, почувствовал, почувствовал карта Десайбл. Не только почувствовал, еще, по-моему, и увидел. Нет, не мог он видеть этого. Или хотя мог. Да, мог. Вард, я думаю, подсказал ему. Неплохо разыгрывает карта Десайбл, не дает шанса себя убить, получает фарм. В принципе, переиграет так, как и должен играть CD на ранних этапах игры до 20-й минуты. Ну, Хаммер притаился здесь, но непонятно, на что он рассчитывает, потому что в одиночку ему не убить карту Десайбла. Леграйдер получает время на свободный фарм. Так, так, сейчас здесь должны ларды убивать. А, ну, они так поставлены, что, к сожалению, убить не получится. Дуатсус. Готовится, ну, пятером сейчас на центре должны, но здесь все абсолютно завардено. Здесь не подойти так, чтобы вас не увидели, и поэтому Легион отходит назад, и, как бы, стоит отметить момент, что за счет того, что Легион здесь сейчас пятером, плейграйдер, и, что намного хуже, Караптер Десайбл для Легиона получает свободный фарм. То есть, несмотря на то, что линия верхняя была проиграна, должны были два человека там постоянно присутствовать, пытаясь изолировать Караптер Десайбл, хотя бы вот от этого свободного фарма, заставив героев Хелборна подойти и хрупать Караптер Десайбл, но этого не случилось. Телепорт Бегемота на нижнюю башню будут пытаться взять Флинта, но здесь не получится, здесь сварта антиганговый, и он, конечно, передает информацию, что вот они, вот эта бригада, она идет, и что? Возможно, возможно, они не успеют подойти, Флинту передают информацию, что он ходит назад, но Флинт слишком медленный, слишком медленный. Стан в Речетхак поздно появляется, дают, похоже, уйти, Флинту и Бегемот. Да, Бегемоту не удалось, конечно, издалека он постановил стан, но здесь сейчас Бегемота загоняют, обратите внимание, Караптер Десайбл получает фарм, свой свободный сверху, но здесь Бегемот вообще без каких-либо шансов и подходит, очень плохо подходит Глациус. Плейграйдер здесь появился, но сейчас вот возможно и Плейграйдер растерзает, остановился, Бегемот, бедфилст, мимо, Караптер Десайбл, очень хороший телепорт от Караптера Десайбла. Успеет убить или нет? Нет, не успевает убить, то есть Харьер, что он, в принципе, все верно сделал, он не мог уходить, он попытался забрать с собой Плейграйдера. Ну и здесь, конечно, Доктор Репульсор напутал, у Доктора Репульсора нет телепорта, не смог он вовремя прийти на нижнюю линию, это, конечно, его косяк. Так, а у Плейграйдера уже еще нет порталки, да? Возвращается к фармам, ну, очень хорошо разыгрывает Крэпто Десайбл, действительно, тайминг великолепный, то есть, если бы подошел раньше, может быть, решилось даже чуть получше бы это для Халблана ситуация, но все равно он подошел, спас Плейграйдера, отжали они Хаммершторм еще, было неплохо разыграно, и опять же, там, изначально повезло у нас Флинту, потому что он смог уйти, но вот эти командные схватки 4 в 5, они как бы говорят о том, что Доктор Репульсор фокусируется исключительно на фарме, и в отличие от, кажется, Десайбл, который пришел, хоть и с небольшим опозданием, Доктор Репульсор здесь свою работу не сделал, то есть, он даже провалил свою миссию, ну, смотри, здесь Мерведон, и за ним идут, за ним идут, он чувствует это, ну, вардами, вардами, очевидно, это не их варды, но там можно было понять, что идут, в четвером, не в четвером, втроем, в четвером все, в четвером, и Капта Десайбл, как я говорил, уже аккуратно, очень разыгрывает, Алхемис Бонус у него уже есть, следующий дефолтный предмет, это Шернкин Хэт будет, даже без обсуждений, что-то происходит на Мерведон, отдается, попал в засаду, пытается уйти, но плохой вейвфор, но он уже отдается здесь, решает просто до конца драться, думает, может быть, Флинту и Хаммершторм помочь, но не лезут, ребята, все абсолютно верно, и вот ловят здесь, поймали, как-то, Десайбла, пока здесь в лесах разбирали Мерведона, убили местного Креви, готовится сейчас забрать башню, ну что, вот два телепорта, и, конечно, приходится сходить, Плейкрайдер сразу ловит, ой, плохо разыгрывает Доктор Репульсер, ультимейт Врэшит Хага входит великолепным образом, отлично разыгрывают сейчас Доктор Репульсер и Врэшит Хаг, делая минус двое, ну и, конечно, очень неаккуратно Плейкрайдер с Глацусом зашли, Плейкрайдер был плохой момент для того, чтобы использовать ультимейт, один раз он всего лишь вкачал его в Доктор Репульсер, чего, конечно, было недостаточно, чтобы его убить, Фаролон, насколько я вижу, ищет возможность для того, чтобы кастануть ультимейт, но ему этой возможности не дают, Врэшит Хаг блинкается вот сюда в лес, чтобы не было вообще никакой возможности у Фаролона использовать свой ультимейт, и игра продолжается, счет 10-11 в пользу Хеллборнов. Хеллборн. Карта Десайпа переходит на нижнюю линию, и обратите внимание, здесь, собственно говоря, вардов у них нет, карта Десайпа понимает это, отходит на фарм Энсентов, сверху остается Фараон, сверху остается Фараон, и за ним, похоже, идут, но здесь все зависит от того, что как будет закинуть молоток Хаммера, потому что, конечно, в Ричард Хак все свои заклинания должны попадать. На центре доктора Репульса пытается напугать, ему удается поиграйдер, он кричит буу, и поиграйдер в ужасе улетает. Маленький, маленький в Ричард Хак уже дороже до 10-го уровня. Флинт Бисту вот наконец-то получает свой свободный фарм, очень мало, очень плохой фарм у Флинт Бисту, это GPM 226, идет он на Волхемис Бонус, так же, как и Карта Десайпа. Вот смотрите, здесь сейчас сверху готовится защита башни, но в Ричард Хаке не получится, поймай, хотя здесь, в принципе, если сейчас ультимейт от Фараона, ну, хорошо, должен был входить ультимейт от Фараона, а где он? Ультимейт от Фараона, потом стан Бегемота, ну, нет, этого не происходит, здесь вчетвером они должны были расписывать в Ричард Хаке, и в принципе, у них могло бы получиться, если бы по таймингу все бы входило и блокировало бы телепорт в Ричард Хаке. Но решили не рисковать, там, для того, чтобы это случилось, наверняка надо было действительно обладать очень хорошим таймингом в команде. Три человека из Легиона здесь на своей верхней башне, решает ее защищать, Хак на острие, так сказать, меча, и Фараон, Фараон сейчас, так, ну вот, Хаммершторм обнаружил себя за счет стана, теперь, смотрите, Доктор Репульс уже подобрался ко второй башне, и рядом вообще, в принципе, никого, но уходит назад, потому что нет вижена Плэйграйдера, нет вижена Бегемота, ну и Глациус тоже, в принципе, как бы, как потерянный, поэтому Плэйграйдер, о, Доктор Репульс решает не рисковать, отойти назад. Тем временем, какой-то такой легкий прессинг на верхнюю башню Легиона продолжается, но не рискует подходить герои Хеллборна, на центре здесь есть вижен за счет вардов, входит спелл Фараона, Мирмидон, пятого Леви, еще даже ничто, у него нет ультимейта, пытая, пытались они догнать Фараона, испугать, ну, собственно говоря, ушел он вовремя, но по башне пока впереди, собственно говоря, Легион, две башни ему удалось срубить, Хеллборны пока, ну, они ждут, когда-то Дисайпл, когда он соберет Шенкинхед, чтобы была возможность у него устойчиво участвовать в схватках, потому что пока, конечно, даже не смотря на то, что у него 1200 здоровья, ультимейты Вречет Хага, и там Стана, и, может быть, ультимейт Флинта, то есть много, много магии здесь, много магического урона, и короткий Дисайпл абсолютно верно понимает, что пока для него в схватку вмешиваться можно только на тех, на поздних стадиях схватника, вражеские герои мало хэповые, но вот не дают, не дают взять башню в Вречет Хага, запалили, он служит Телепортерс, и не дали взять башню, заденайли игроки Легиона, и, как я говорил, у Кракта Дисайпл шанс поучаствовать в схватке только на позднем, на позднем ее этапе, когда уже был выкинут ультимейт в Вречет Хага, когда уже на кулдаунах станы, то тогда он может заходить, мы видели это здесь, когда он спас плейграйдера, отжал хаммершторма, и пока он вот только так может разыгрывать, ну, либо если какие-то ошибки совершаются в уражеской команде, но пока особых ошибок мы не видели, вот заденайли башенку сверху, такой, рокировка денаев, и в пятером здесь, в пятером, а здесь четыре героя готовятся атаковать центр, центральную, вторую башню, и Плин только внизу получает свой свободный фарм, никто его не изолирует от него, но здесь будет сейчас срубаться первая башня, ребята здесь хаммершторм, хаммершторм седьмой уровень нет ультимейта еще, хотя я даже не знаю, но Гальванист дает, конечно, армор, но мне лично казалось, что лучше вкачивать все время в молоток, один уровень вкачать в Гальванист, в Брут Стрэндж, и, собственно говоря, можно вкачивать в плюсы остальное, зачем вкачивать в Гальванист, чтобы получать там немного бонусного армора, ну, для меня это достаточно странно, но, видимо, профессионалы дают другое, смотрите, хороший заход, фараон, очень неплохо, не успевает какстануть ультимейт в Лэйграйдер, и вот карта Дисайпл, к сожалению, отдает за счет того, что у него нет еще, не было еще Шрэнкенхеда, сносится еще одна башня, регион атакует, ну что же, очень неудачно разыграли, во-первых, они подошли без Бегемота, а у Бегемота уже есть Портал Кей, то есть вот будь Бегемот здесь, он бы 100% изменил исход бы этой схватки, но началась схватка без Бегемота, у Бегемота не было холмстоуна, не мог он телепортнуться, и это достаточно печальный факт для Хеллборда, потому что проиграли они полностью схватку, дали экспу, дали голду, дали, собственно говоря, преимущество своим оппонентам, и а могли этого главное не делать, вот в чем главная фишка-то, они могли этого избежать, будь Бегемот вместе с ними, то есть Бегемот залетает по Портал Кей, мультимейт, там достаточно большое количество демеджа, стан, десейбл, и можно было схватку просто перевернуть с ног на голову, ну что же, будем надеяться, что это последняя схватка в исполнении Хеллборнов без Бегемота, и последующие схватки командные будут происходить только при его участии, счет 14-12 в пользу Легиона, плейграйдер собрал уже Астроблэйт, здесь, ну здесь, сейчас посмотрим, сколько осталось до Шункинхэда, осталось еще 800, даже 700 золота, понимают ребята из Хеллборна, что нужно отжимать им тоже башни, потому что в принципе уже у них минус 5 башен, они пока забрали только 2 интересный момент, в инвизе доктор Репульсер приведет информацию о Глациусе, сейчас срубает Глациуса просто в 2 шага, ну, Глациус, конечно, не мог знать, что в инвизе доктор Репульсер, поэтому вряд ли мог избежать этого, но с другой стороны, зачем он отошел, как-то Дисайпл влезает вперед, ну, конечно, получает станд, получает, и вот ультимейт плейграйдера, смотрите, как хорошо входит, 3 баунса, 3 баунса, даже 4, он идет дальше, великолепный ультимейт, великолепный ультимейт, минус Мирмидон и Рэшид Хак, как-то Дисайпл пытается воевать, там, Брилли плейграйдер, конечно, ну, не самый лучший залет бегемота с ультимейтом, Рэшид Хак, Хаммершторм и Мирмидон пали смертью храбрых, разменявшись на одного только плейграйдера, который великолепнейшим образом вкачал свой ультимейт, там, большое количество баунсов было, и это решило исход вот этой схватки, которая в этот раз уже осталась за командой, которая выступает за Хеллборн. Определенный герой этой схватки плейграйдера с ником 0, и, может быть, если бы был Глацус, который отдался здесь до начала схватки, был бы еще полегче, может быть, не потеряли даже бы плейграйдера. Ну, свою работу плейграйдер выполнил, и это главное. Шоуфлавы уже в Доктор Репульсер, то есть, там, GPM-428, конечно, тяжело переплюнуть такой GPM Краптед Дисайпа, у которого всего 320, там, потом уже мы будем учитывать, что в команде Легиона есть еще Флинт Биствод с GPM-350, который тоже уже собрал Шрэнкинг Хэд, а у Краптед Дисайпа еще тоже теперь есть Шрэнкинг Хэд. Ну что же, теперь немного полегче будет Хеллборнам в командных схватках бороться, потому что есть у Краптед Дисайпла Шрэнкинг Хэд, и он может достаточно прочно стоять, выдерживая, если грамотно будет использовано, выдерживая и ультимейты в Рэшет Хага, и, собственно говоря, минуя молотки и станы многочисленной команды Легиона. в Ноллстоун, насколько я могу понимать, идет Доктор Репульсор, ну, спорный достаточно предмет, вот сейчас здесь, потому что мы видим, что таргета у нас здесь у Плэйграйдера и у Гвациуса только есть, может быть, я ошибаюсь, может быть, это не Ноллстоун, хотя с трудом могу представить, что там может быть только Ноллстоун, Ноллстоун. Плэйграйдер по-прежнему летает с Астроблэйдом, ну, смотрите, прячется, прячется, или покупает что-то в магазине, Телепорт покупает в магазине Плэйграйдера, ну, не хватает Плэйграйдера и Гвациуса, еще Ранкинхеда тоже им не хватает, ну, по их фарму у Гвациуса вообще GPM 96, он очень беден, очень беден, может быть, кто-то подкинет ему пару монет, чтобы Гвациус чувствовал себя не таким бомжом, а пока, конечно, Гвациус печален. Захалдили здесь, вардами тыкано здесь все просто, вся вот эта линия реки, хороший фарм подходит по верхней линии Легиона, надо сносить эту башню и я думаю, что это дело 5 минут, когда максимум 5 минут, когда Халборн пойдут вот забирать эту башню, надеюсь, что, ну, они подходят пятером сюда и сейчас, наверное, это случится. Бегемот прячется в лесах, думаю, что что-то начнется. Вардов нет здесь у Легиона, то есть Вижена никакого Вижена не будет, опять же, мэп-контроль хоть какой-то у Халборна есть за счет душ фараона у Играйдера, но они даже не идут, не идет Легион защищать нижнюю башню, потому что, во-первых, нет Вижена, ну, Доктор Репулькер здесь, под поверху идет, они дают ему это время попармиться, но они понимают, что достаточно сложно без размещенных каких-то вардов, без контроля карты будет отбить эту башню, и поэтому абсолютно справедливо не идут защищать ее. Отбить ее будет проблематично, намного больше шансов там просто отдаться и умереть ни за что. поэтому дают они Доктор Репулькер время и возможность пофармиться, но зато за счет того, что нет здесь вардов, сейчас может неприятная ситуация сложиться для Флинта, да, у него есть Шронкин Хэд, но также есть шанс, что ему этот Шронкин Хэд с его 1200 здоровья использовать не удастся. Так, не идут все-таки, не идут. Массовые телепорты для защиты верхней башни. Здесь Глациус расставляет варды, ну, пока не удается обнаружить вражеские варды, потому что он стоит вот здесь. Ну, вот наконец ставится этот вард, который, в принципе, дает какой-то вижен, то есть, когда будет заход на вторую башню у Хэллборна, если он будет в течение ближайших 6 минут, то этот вард может хоть как-то помочь показать, что вот отсюда кто-то подходит или вот здесь, может быть, кто-то затаился. Ну, опять же, здесь вард оф релевейшн Хэллборновский. Давайте, готовится, ну, 19-го левого доктора пульса, GPM 450, след за ним Флинн 360, ну и близкий к ним это короткий Дисайпл 350. Готовится что-то, бегемот, бегемот ищет для себя выгодную позицию, чтобы запрыгнуть, но ему такого шанса не дают просто. достаточно спокойно, но, смотрите, давайте замедлим, уходит доктор репульсер и за счет своих бонусного демеджа казнит Глациус, он Глациус сдается уже второй раз под доктор репульсера без каких-либо шансов. И опять же, никакой хрупы, потому что, в принципе, тяжело доктор репульсера поймать. да, есть ноустон уже, то есть, вот он как раз и работает. Пытаются они что-то сделать с доктор репульсером, но это абсолютно бесполезное занятие, потому что, ну, им просто сейчас нечем его убивать, то есть, если только там ультимейт фараона и станы бегемота войдут, но там с Леном уже подбежит вот эта бригада АОЕ, и вряд ли смогут что-то Хеллборн сделать против них. 17-15, счет в пользу Легиона, и по башням они пока впереди на две башни, оставили верхнюю башню. Вот смотрите, здесь Фречид Хак притаился, похоже, его увидели, но здесь иллюзии, сейчас будут блокировать фараона, пошла информация, но можно начинать атаку, и вот посмотрите, атака начинается, опять бедный Глацу, смотрите, минус буквально 25% здоровья, продолжает атаковать его, астроблэйт от фараона, астроблэйт от плейграйдера, бегемот, ну неудачный прыг бегемота, заходит только в Хаммер Шторма, Доктор Репульсер в Хаммер Шторм умирают, и под Шринкин Хэдом уже спокойно чувствует себя Крафтодисайпл, успеет ли он поймать Вречит Хага, нет, не успевает, Вречит Хаг Телепольсер, но Крафтодисайпл преследует его, сейчас он должен срубать Вречит Хага, да, срубает Вречит Хага, и вот здесь у нас остается такая ситуация, что у нас 5 в 2, и конечно сейчас пуш начнется от Хеллборна, отлично они разыграли, даже несмотря на то, что бегемот вкачал, по-моему, ультимейт, только в Хаммер Шторму попал, о, да, и вот, собственно говоря, начинается атака, Флинт с Мирбидоном ничего здесь не сделают, они отходят назад, чтобы только не отдаться, кастует ультимейт, ультимейт сглацился, сглацился, просто все получает в этой игре, и все плохое, все плохое, что есть в этой игре, все получает Глациус, выиграл схватку, фараон, мумий просто растит из травы, и они уходят назад, здесь подошли критичные крипы, Глациус телепортится, здесь ребята уже вышли, дело только за Доктор Репульсером и Вречит Хагом, легкий фарм во вражеских лесах в исполнении плейграйдера и фараона, ну и видят, видят их, вот смотрите, вот он вард, этот сладкий вард, хаммершторм, блинк, есть уже порталкей, может заходить, кричит, получает бонусный муспит, здесь не поймать, не поймать, дело в том, что, ну, был мал манки, во-первых, ну да, он там прокачал ее с помощью паверсапли, но он все равно кудал, не дал возможность убить, также мог, наверное, попытаться быстрее действовать мирмидон, который был живой за счет ватерформа, но не успел, не успел, по какой причине мы вряд ли узнаем. 17-18, Хеллборн вырвались вперед на один фраг, и, как я уже говорил, так, ну, Глациус далеко здесь еще до проталки, Краптодисайпл начинает уже, начинает потихоньку карать, и посмотрите, здесь споршар с первого левела у бегемота, плохой знак для легиона, конечно, у Евы и Читхага ультимейт, и Сонар Скрим очень хороши, но в целом здесь ничего не может быть лучше в этой игре, как Бегемот и Плэйграйдер, их ультимейты, разыгранные по таймингу, могут снести очень много здоровья у игроков команды Легиона. Так, ну, Краптодисайпл, ну, он понимает, что загангать они его не могут, нет, нет телепорта у Краптодисайпл, вот что плохо, там, 1300 здоровья, какое-то здесь нездоровое что-то происходит, пробует Конграр на зуб, он просит поставить сюда вард, собственный вард, а нет, здесь вражеский вард, ну, вижен, вижен получают игроки Хаббарна, идут, идут, кстати, сюда, вот, поставлен вард, флэр для вижена, минус вард, все, вижен потеряли, полетела душа, но, как бы заметили, наверное, там только Флинта, он ходил назад, и Краптодисайпл притормаживает, что там, забирает фарм здесь, и у Краптодисайпла денег немного, GPM 385, но то у него теперь есть нулстоун, нулстоун здесь, в принципе, да, будет ему помогать против Мирмидона, с его таргетированным Карпом против, ну, хотя, с другой стороны, Хаммершторм может просто аимить другую цель, и если Карптодисайпл окажется в зоне поражения, его все равно застанет, если там не будет активирован Шронкинхэт, здесь только против, соответственно, птички, здесь против ультимейта, ну, может быть здесь, ну, нужен, наверное, все-таки этот предмет, хотя, наверное, лучше бы уйти в сердечко, гемот подходит, но здесь вряд ли удастся поймать Доктор Репульсор, Доктор Репульсор, GPM 420, голды 1000, может быть, пойдет в Шронкинхэт, тоже достаточно нужный привет, потому что Доктор Репульсор здесь один из так называемых инициаторов, отлетает в гуще врагов быть уверенным, что в него заклинания не пройдут. На центре что-то готовится, нет, ну, руки нет, опять же, приходится бутылку уже использовать, и мана не полная. Ну, долетался Доктор Репульсор, давайте чуть вперед промотаем, посмотрим, как там будет развиваться ситуация, послушаем эту забавную музыку, тринь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Так, ну вот, ларт, опасный момент для Доктора Репульсора на самом-то деле, хотя, в принципе, учитывая, что там Нолл Столн есть, ну да, определенный Доктор Репульсор в Шронкинхэт, здесь в четвером такой фигурка из-под Тетриса буквы Г, переверен, строились игроки и команды Хелборн, фарм получает, ну, Кулду уже собрал, он в Ричдхак, Хаммершторм Плотал Кей, здесь вардовщик, хростборн, но вот сейчас такое дело, что Хелборна, в принципе, есть все, чтобы выигрывать, но они не иницируют схватки, что, в принципе, для них на поздних стадиях игры может оказаться весьма печально, потому что здесь Флинт и Доктор и Пульсор, а там только соответственно Карт Дисайпл в плане Кей, ну, таким мод занимает позицию такую, чтобы, если пойдет атака, как-то прикрыть своих мейтов, может быть, изолировать вражеских героев, при случаях, если удачно будет скастован Фиссур, то собственно говоря, и убить кого-то, помочь. Ну, чуть-чуть вот так, буквально, потрогали одной рукой Конго, продолжают, продолжают трогать Конго, справа нужен Шаман Хидрес и Шлем Черного Легиона. Карт Дисайпл продолжает свои пробежки. Ну, вот, смотрите. Так, ну, что у нас, будет драка сегодня или нет? В Инвизе у нас Речет Хэг получает нюк. Сейчас передаст информацию о том, что здесь Глацус или не передаст Доктор Репульсор. Да, пошла информация, Речет Хэг сейчас должен ультимейт, хорошо должен входить ультимейт. Можно был ультимейт постануть, вместо этого Кулдра, Сонар Скрим и ультимейт вместо двух входит в одного, за это В Инвизе получает ультимейт от Фараона. Глацус там, конечно, поздно Доктор Репульсора. Вот Бегемот, хороший впрыг от Бегемота, но здесь уже и Доктор Репульсор минус Бегемот, Клинт скончает Бегемота, Доктор Репульсор борется с Карат Дисайплом, Карат Дисайпл один против двух стоит, эх, не ту цель выбирает Фараон, ему будут за Флинтом идти под Вол оф Мумис, ну, слушай, Вречет Хак здесь очень плохо разыграл, ему следовало кастовать ультимейт, когда Доктор Репульсор дал ему вижен и вошел бы в двух ультимейт, вместо этого Вречет Хак сохранил свой ультимейт и по итогу вкачал его только в одного героя, что достаточно печально было. Так, ну, два заряда здесь, непонятно, почему не используется. Ну, вот смотрите, Карат Дисайпл немножко фейлит здесь, то есть он теряет время, и, ну, вот, наконец, по-моему, он понимает это. Да, ну, вот раз, ну, сейчас там где-то два будет. Большую работу выполнил Бегемот. Ну, и Флинт, конечно, без демеджа, пока особо то есть, конечно, атак спид вкупе с министанами и бонус 50 демеджа это хорошо, но хотелось бы, чтобы у Флинта был демедж больше. Хотелось бы, опять же, мне, не знаю, как за команду легион сказать не могу. Замигает Крата Дисайпл, но это иллюзия. Здесь фарбренд, в гео пойдет, видимо, Крата Дисайпл. Крата Дисайпл вот демедж не нужен, у него есть третий спел, который ворует атаку у врагов и сохраняет его, по-моему, на 10 секунд еще после разрыва связи с врагом. На 10 секунд ни единого разрыва если не будет у Крата Дисайпла, ну вот поиграй он здесь совершенно как-то неаккуратно отдался, даже не заметили этого. Поймали, поймали доктора Репульсора, у него маны нет, чтобы уходить, но он просто расписывает, расписывает бегемота, они гонятся за фараоном, хруппы, никакой фараон ожидать не стоит, хаммер, блин, но без маны, как бы дает манку ему пауэршапли, и драка выграно, драка выграно легионом, неаккуратно отдавшийся плейграйдер, потянул за собой всю цепочку вот этих отдаваний, в результате по одному опять же отдались три героя следом за плейграйдером, ну Крата Дисайпл здесь неодумывающий, чешет голову и думает, как же так, ребята, что же вы сделали, но пушить-то нельзя, пушить нельзя, крипы здесь, но можно по центру проходить, кстати, по центру проходить, и вот набегаем, доктор Репульсор вместе с Рэчид Хагом, пытался третий спелл кинуть, и коротка трендует на доктора Репульсора, что делает доктор Репульсор, посмотрите, промахивается, буквально на соплях уходит, и здесь уже подходит тяжелая артиллерия, срубают сидишника, Мир Мидон уходит на последних хэпах, но нет, нет, непонятно, что хотел здесь, чего добиться хотели доктор Репульсор и Рэчид Хаг, времени оставалось мало, опять же, Флинт Биствуд, но пошел в дэмэдж, Флинт Биствуд был на нижней линии, поэтому решение о том, чтобы остаться здесь и пытаться сбить что-то, хоть что-то сделать, то есть сбить башню здесь было нереально, оно было пограничным, и за это пограничное решение три игрока команды Легион поплатили своими жизнями, что, конечно же, очень плохо, несмотря на то, что счет 25-24 в пользу команды Легиона, но это дает возможность три мертвых игрока Хеллборном подойти к Конгуру и начать его ласково щекотать, чтобы получить токен, ну вот они в пятером даже подходят, стоят ворды здесь, которые не дадут возможности даже при желании, если будет желание у Легиона пойти, что-то сделать здесь, как-то прервать эту атаку на Конгара, но за это, на счет этого мы видим, здесь ребята берут Конгара, а здесь Ричид Хак получает время и возможность свободно пофармиться, но он опасается, пока еще опасается того, что за ним придут, но вот сейчас он пройдет, сейчас Конгара будет убить, но он чуть-чуть попробует погрызть эту башню, вот смотри сейчас, а вот здесь сразу телепорт и в принципе Харалон, Харалон мог бы попытаться выйти на дистанцию ультимейта, но с Ричид Хаком это бесполезно, хотя здесь еще Глациус пришел, если там входит стан, но Глациус скорее всего не успел бы подбежать вовремя и закинуть Асин Приземин, тогда был бы шанс наверное убить Ричид Хаком, но скорости Глациусу не хватает Глациус продолжает быть самым бедным человеком в этой игре, то есть даже Хаммер Шторм у него GPM 130, а у бедного Глациуса 128, мы скорбим, скорбим вместе с Глациусом, встречка от Дисайпла с Ричид Хаком, ну Ричид Хак понимает, чем может для него это закончиться, в ужасе убегает в лес куда-то, у него есть телепорт, ну вот смотрите, вообще подальше, подальше, ну правильно, потому что бывали такие моменты, когда телепортнувшись куда-то вот, ну, как казалось, героя в безопасную зону и начав телепортиться там, он получал молоток в голову, оставался на месте и был, собственно говоря, заганган вражескими героями, поэтому лучше уходить туда, куда вражеские герои добраться не смогут, а это куда? Это вот сюда, в лес. 25-24, счет в пользу Легиона, на одно очко они впереди, неизвестно, что именно это очко из Хелбранов. Доктор Репульсер уже, собственно говоря, с Шринкенхедом становится достаточно опасной силой, ошибной для Глациуса, который, наверное, которому этот Доктор Репульсер будет сниться в кошмарах после этого финала. Надеюсь, что не придется входить Глациус к психиатру, ну, смотрите, прессингуют по нижней линии два игрока команды Легиона. Ну, пошли телепорты, вот первый, второй, это кто у нас, Фараон и Глациус. Отходят назад, Доктор Репульсер и Флинк Бистлуд. Ну, задача была исключительно просто перетянуть с этой линии Хелбранов, не дать им пропушить башню, они с этой задачей справились, опять же, за счет того, что здесь нет башни, и если бы Хелбраны атаковали по верхней линии, то вполне возможно, что они лишились бы башенки вот этой дефенсной, потому что здесь, здесь демидж 250 у Доктора Репульсера и у Флинта демидж уже 200 тоже, что весьма печально для Хелбранов. Демидж 250 как работает? Ну, вот как-то вот так вот работает, да, без шансов вообще для Фараона, то есть, если у нас Доктора Репульсера сейчас видит какого-то одинокого странника из команды Хелбранов на карте, то он прям кидается к нему, потирая свои, я хотел сказать, ладошки, но здесь какие-то магниты, потирая свои магниты, звучит как-то грязно, и убивает его достаточно просто, даже несмотря на то, что у Фараона-то есть Идол, но он не успел его завидеть, и вряд ли бы он его спас, и следует Черного Легиона, там, 2000 хп, но Доктор Репульсер плевал на такие очень как 2000 хп у Фараона, он видит цель, не видит препятствий, прям как команда на Ви в контрстраке. Да, печальный момент на верхней линии, только что не смогли задинаить башню, три героя Хелбранов было рядом, ни одного героя Легиона не стоял, башню задинаить не смогли. Фиссура в иллюзии Доктора Репульсера, 26-24, Легион начинает отыгрывать очки, потихоньку, мотаем вперед, Милмидон, ну, задача Милмидона это ворды и станы, в принципе, не стоит от него ожидать каких-то серьезных айтемов, ой, сейчас Глациус получит в голову, нет, смотрите, решает не обнаруживать себя, ой, вот Флинт это не повезло, давайте медленно включаем, Флинт пытается бегемота открывать, смотри, бегемот вообще очень плохо просто ударов Флинта, и Флинт вот здесь убивает, убивает бегемота, переключается на Глациус, и неужели, ну, Глациус не дается убить, молоток в камеру, но там ноллстоун, но Флинт, Флинт отдался не просто так, срубил Глациус, срубил бегемота, вот его труп валяется здесь, то есть 1 в 3 стоял, наверное, Флинт, 1 в 4 даже, и бегемот не смог уйти, не смог уйти он из-под микростанов, и за счет наличия Шрэнкинхэда у Флинта, сейчас я скажу, Халфайр, Фараон, он не входил в него, то есть тоже там Флинт мог спокойно наносить дэмэдж, не испытывая никаких неудобств связанных с микростаном Фараона. 27-25, по-прежнему отрыв, 2 фрага сохраняется, да, убили Флинта печально, но все-таки хоть кого-то смог забрать, лучше бы он забрал, конечно, Карпет Дисайпл, но бегемот тоже неплохо, хотя бы отдался не просто так. Ну, 2 минуты остается токена у Карпет Дисайпл, у него уже есть Гео, и непонятно, почему еще не происходят атаки, то есть в принципе должен Карпет Дисайпл быть на острие атаки, должен пойти там, в лучшем случае отдаться и после, соответственно, Ресурректа замонстрить, но тянут время, тянут время, в итоге сейчас просто потенциал токена команда Храбронов потеряет. Минута 30 остается, но вот похоже они понимают это, они идут по центру, вот здесь два человека вот этих, тут один, один даже Доктор Репульсер, ууу, Доктор Репульсер уже Харкенбой, идут по центру, минута 18 токена, Доктор Репульсер здесь в одиночку может принести Дефенс Тауэр и Бараки, то есть в принципе, но посмотрим, но не решает он в одиночку нести телепорт, но вот будет пытаться использоваться потенциал токена, напрыгивает Фараон на Мирмидона, а Мирмидон под Вейфформ пытается уйти, но не получается, Фараон блочит себя, пытается выйти, молоток залетает в Фараона, вот смотрите, демо сейчас у него достаточно плохо, входит, он под двумя башнями стоит, и вот Доктор Репульсер возвращается, возвращается на башню, Фараон там ультимейт Хага, ультимейт Блэйграйдера, Доктор Репульсер полный, использует Блэйграйдера, чтобы не дать убить себя, но там все-таки есть, есть сейчас токен, возрождается, Корректор Дисайпл должен карать, должен карать Каммер Шторма, Корректор Дисайпл, но за счет того, что здесь демодж уже 270, 280, плюс еще бонусный демодж, там уже Сэрвич Мейс собран, убивают, молоток пошел, и, конечно, Корректор Дисайпл здесь тоже загасили, ХУЗ НЕКСТ! Геноцид, геноцид, очень вовремя подошел Доктор Репульсер, но суммарный демодж Легиона не позволяет здесь Хеллборном как-то что-то хотел, какие-то успешные атаки проводить, потому что, ну да, они потеряли двух, но не потеряли двух самых бесполезных, можно таки сказать, потому что, вот, если остается Доктор Репульсер и Флинбистов живыми, то это ничего таки хорошего не предвещает для Хеллборнов, вот как раз это сейчас и происходит, ребята втроем идут по центру, здесь будет, соответственно, ультимейт на кулдауне, ну вот, два прихода, три прихлопа, может быть, расписано башня, но втроем выходят, опять же, вот, зависит от того, как будут входить ультимейты Бегемота, но здесь уже дело в том, что после 51 минуты именно магический демедж, он может сыграть какую-то роль, только если у вражеской команды ну все плохо было в плане фарма, ну глядя на Доктора Репульса, мы понимаем, что у вражеской команды могло быть что-то плохо, но уж точно не в плане фарма, Глассус пытается хоть каким-то образом, хоть через пару часов игры собрать себе Шрэнкин Хэд, ну, понимают, понимают Хеллборн, что нужно предпринимать какие-то шаги, что амнициативы сейчас не на их стороне, ну вот они вчетвером, сейчас пятый подкрадывается, там плейграйдер спешит, плейграйдер есть вольт-талисман и Storm Spirit, чтобы как бы уклоняться от так, здесь иллюзии, иллюзии Доктора Репульсера, и даже иллюзии боятся, посмотрите, они знают, вот иллюзия, атакую ее иллюзию, страшная, да, страшная иллюзия, но атаковали, убили иллюзию Доктора Репульсера, убегает, как-то Дисайпл, ну вот последняя атака, видимо, сейчас будет в исполнении, ну вот начинается, смотрите, попался, попался просто здесь, Глациус, ультимейт, заходит, ну, плохо скастованный ультимейт, или сбривает все-таки, нет, сбривает Доктора Репульсера, Параон откидывается, плейграйдер, плейграйдер, тоже умирает, причем плохо, плейграйдер не успел кастовывать ультимейт, как-то Дисайпл, ну вот смотрите, издалека атакует Флинт Бист, используя свой рейндж, остается здесь один Фараон, он уходит, ну, Бегемот ничему не может помочь, очень плохо, Бегемот, Фараон пытается уйти с порши Вал оф Мумис, но захватывает вместе с собой Хромер Штормой, и что здесь, ну, Ричид Хак, Сонар Скримба, нет, там все, под кулдаунами, ну что же, вот вы видели, что потратив ультимейт, Бегемот потратил ультимейт просто на то, чтобы отжать и убить Доктора Репульсора, но это стоило жизни для четырех остальных, Плейградер не успел скастовать ульт, Глациус не успел скастовать ульт, ну и, Бегемот ульт-то успел скастовать, но, значение его именно для этой командной схватки оказалось, ну, небольшим, да, они убили Доктора Репульсора, но, что дальше-то, что дальше, нужно, нужно все-таки Бегемоту как-то поадекватнее использовать свои ультимейты, ну, какой-то, может быть, возможность ждать, как хотя бы рядом три врага будут стоять, чтобы потом сразу после них еще вкачать эфисур туда, чтобы это оказывало какой-то эффект, ну, скачаем вперед, нас ожидает, видимо, последняя драка, после нее все решится, печально, опять же, мы видим, что демэдж-дилер, как Картен Дисайпл, он сильно проигрывает по демэджу и Доктору Репульсуру, и Флинт Бистлоду, то есть, там, суммарный демэдж под 600, и у ребят здесь, ну, нечем особо ответить-то на это. Ну, вот, как бы, случилось то, о чем я говорил, затянули в слишком позднюю стадию, вот, Хеллборн, за счет чего столкнулись с тем, что у них-то лейтовик один, а в вражеской команде их двое, и, конечно, это приводит к тому, что все схватки теперь 5 на 5, даже там, 4 на 5, выигрывают с игроками команды Легион. Ну, должна пойти атака, опять же, появился Конго, он более злой, чем предыдущий, у него там чуть побольше хп. Так, ну, можно, кстати, по дабл-демэджам, смотрите, демэдж 600, можно убивать, можно убивать Конго, ну, здесь, в речит-хак, в инвизе, сейчас будет что-то интересное. Мы ставим на медлялку, пошла душа, и вот, влетает Доктор Репульсор под Шринкенхедом, ну, сразу просто расписывают бойграйдера, Кэпп Дисайпл пытается что-то сделать, глазу, какую-то композицию, нашел там ультимейт, от Флинта, речит-хак под Шринкенхедом пытается уйти, Фараон здесь сейчас пытается телепортнуться, вопрос дадут ему или нет, но не дает, не дает первый же выстрел, там шанс 40%, расписывают Фараона, шанс на микростан, плюс еще Срочмейст, это победа, победа команды Легион, с чем мы поздравляем их, 3000 рублей, уходит им в карман, ну, а для всех любителей турниров, эта игра должна стать отличным уроком, потому что, как стоит разыгрывать игру, когда в вражеской команде два керри, чего не стоит делать, а чего стоит делать. Всем спасибо, с вами был Марчелло, я надеюсь, что вам понравилось, жду ваших критических замечаний насчет моих комментариев, всем пока, заходите на Games World и продолжайте играть в Heroes of Neverland, еще раз спасибо. Спасибо.